Вадим, добрый день. Вопрос по поводу будущего Федотова. Стоит ли ему идти на повышение в топ-клуб, либо лучше остаться в Сочи и завершить начатый проект? Ну, я думаю, тут очень сильно зависит от того, насколько... какие возможности будут у него в Сочи для того, чтобы завершить этот проект, потому что он из года в год из команды выжимает максимум. И думаю, что в этом сезоне он, наверное, уже выжил прямо максимум-максимум, потому что второе место — это то, куда максимум ты можешь поднять команду в РПЛ, где у Зенита такая пропасть со стальными командами по части ресурсов. Да и, честно говоря, было бы совсем уж странно, если бы Сочи еще и выше Зенита забрался. Тут во многих ракурсах это было бы странно, не только из-за пропасти в ресурсах, которые есть у Зенита и всех остальных. Поэтому куда дальше развиваться с этим проектом — не совсем понятно. И к этому еще прибавляется большое количество вопросов о том, кем еще команду можно усилить, потому что из текущих футболистов, мне кажется, он максимум во всех отношениях выжил. И если один конкретный аспект приводить, я бы обращал внимание на то, как играют позиционные атаки Сочи. То есть, как они прибавили вот именно в этом аспекте, несмотря на то, что у них футболисты не самые талантливые по меркам РПЛ, как часто они используют открывание на третьего, какая у них вообще смелая и интересная структура, как здорово они внутри этой структуры строят атаки. И, например, как они в последнем туре, где все для них решалось против Динамо, сначала пропустили, то есть оказались вынуждены владеть мечом и строить свои атаки терпением образом, и выдали вот такой перформанс с пяти уголами. То есть, если все это сопоставить, то мне кажется, что тут нужно, что очень тяжело будет сделать еще один шаг. И еще, наверное, к этому стоит добавить, что Нобо – ключевой игрок для Сочи. Это очень возрастной игрок, и вообще его тяжело мне просто представить, как дальше развивать эту команду. Поэтому, наверное, особенно учитывая, что сейчас уровень спроса на Слуцкого тоже, на Слуцкого, простите, на Федотова. На Слуцкого не такой большой уровень спроса. На Федотова прям максимально. Я думаю, да, ему логично переходить в другой клуб, особенно учитывая, что, я думаю, несколько вакансий в более сильных по ресурсу российских командах этим летом будет. Ну вот два основных варианта, которые упоминаются по отношению к Федотову. Насколько я понимаю, это «Динамо» и «ЦСК». Ну, это, конечно, проекты, которые, наверное, ему будет вполне интересно развивать. А то, что по показанному тренерскому мастерству в последние сезоны Федотов прямо лучше в этой лиге, у меня сомнений особо не возникает. Действительно, никто ничего и близко сопоставимого не продемонстрировал. Причем он это демонстрировал в разных командах и в Оренбурге сначала и позже в Сочи.